Просыпайтесь, друзья мои, скажите, сколько у вас нынче кабачков на даче? А тыкв? А яблони щедро одарили плодами? В общем, если вы будете бороться с урожаем, мы сегодня подскажем адрес, где вам с радостью помогут это сделать. Потому что кто-то нуждается в ваших кабачках, тыквах, яблоках и других лишних дарах дачи. Сегодня мы говорим о социальной столовой «Накормим вместе». Наша программа уже рассказывала о ней. И сегодня напоминаем о том, чем она занимается, кому помогает и как вы можете ей помочь. Сегодня у нас в гостях руководитель социальной столовой «Накормим вместе» Георгий Ситников и Марина Еремеева, социальный работник социальной столовой. Доброе утро, дорогие гости! Здравствуйте! Итак, давайте мы напомним о социальной столовой «Накормим вместе», потому что мы рассказывали в эфире, однако далеко не все зрители наверняка это видели. И сейчас мы это все им представим. Да, спасибо. Социальная столовая – это то место, где нуждающиеся люди могут получить бесплатный горячий обед. Притом мы не спрашиваем документов, почему человек оказался в трудной жизненной ситуации, мы просто даем ему бесплатный горячий обед. Просто поесть и поддержать. Да. Скажите, пожалуйста, вот по вашему опыту, кто к вам приходит? Я могу сказать так по опыту, что 50%, вот понимаете, наши посетители, они разделились как бы на две группы. Первая группа – это граждане, имеющие низкий доход. То есть это, как правило, инвалиды, пенсионеры, чья пенсия на сегодня составляет ниже прожиточного минимума, либо прожиточный минимум, либо чуть выше. А вторая группа – это те граждане, которые сегодня вообще не имеют дохода, никакого источника дохода. Даже не имеют жилья. То есть бездомные к вам тоже приходят, да? Те, кто остался без работы, это тоже ваши подопечные. Давайте мы сейчас напомним. Ой, у вас одно отделение в вашей столовой или есть какие-то дополнительные появились? Одно. Все-таки на Крупской, да? На улице Крупской, напомните, номер дома. На Крупской, 54. Мы располагаемся сейчас, кормим людей три раза в неделю. Понедельник, среда пятница? Понедельник, среда пятница, да. А часы работы? С 13 часов до 16 часов – это выдача обедов. То есть, ну, соответственно, повар начинает работать раньше. Ну, и, в принципе, и социальный работник тоже приходит пораньше. Если есть у кого-то какие-то вопросы, вот в это время могут обращаться. Вот как раз я и хотела сказать, повар, социальный работник, а кто-то еще работает в столовой? Психолог планирует, да? Да, то есть мы планируем оказывать психологическую помощь, психологические консультации людям, которые находятся, ну, в таком затруднительном положении, может быть, помочь принять решение, помочь найти силы для выхода из… Жизненного тупика. Да, из жизненного тупика. Ну, психолог еще в перспективе, а Марина, как опытный, профессиональный социальный работник, уже помогает. Кому вы помогли? Ну, не по именам, конечно, но вот, может быть, пару случаев расскажете. Как удалось помочь выбраться из трудностей? Вы знаете, вот самое большое количество обращений – это люди, которые хотят найти работу. Да, хотят найти работу, но они почему-то сегодня вот не готовы сами ее найти. Да? И получается так, что обращаюсь в центр занятости, обращаюсь в территориальное управление Министерства социального развития за помощью, и они мне действительно помогают, и они им помогают. Вот. Кого устроить? Ну, вернее, на какую вакансию удалось устроить людей? Какая вакансия? Ну, вы знаете, как правило, эти люди, они не имеют специального, профессионального образования, да? Как правило, это охранники, это консьержи, это разнорабочие, это переборка овощей, фруктов, ну, в общем-то, вот такие рабочие специальности. Да, главное, что они нужны и востребованы, да, конечно. Они нужны, просто вот этих людей нужно подтолкнуть. Их нужно подтолкнуть и решить эту, и помочь решить эту проблему. Помочь вакансии и соискателю найти друг друга. Да, созвониться, потому что у многих на сегодня даже нет телефона, а если он есть, то там просто отсутствуют денежные средства. Поэтому позвонить, договориться о встрече работодателя, да, и потенциального соискателя. И, как правило, ну, вот скажу так, что из 50%, которые вот обращались, да, наверное, процентов 25 все-таки работают. Прекрасно. А все начиналось с горячего обеда. А все начиналось с горячего обеда. Давайте вернемся как раз к этому, поскольку я не случайно начала наше общение с обращения к зрителям. Чем вам сейчас могут помочь в Пермике? Что нужно? В первую очередь нужны продукты. То есть сейчас в разгаре дачный сезон, и мы готовы принять любой урожай, который люди могут отдать. Это кабачки, яблоки, овощи, фрукты, все, что вырастает на дачных участках. Ну, а также нам нужны продукты, которые есть круглый год. Вот это растительное масло, крупы, макароны, молочные продукты. Важно отметить, что мы принимаем продукты с неистекшим сроком годности в невскрытой упаковке. Конечно. Ну, я думаю, что это проявление еще и просто уважения элементарного, кроме меры безопасности. Безопасности. Да, конечно. Собственно, руки людские вам нужны? Да. Нам нужны волонтеры. Что будут делать волонтеры? Что вы им предлагаете? Вы знаете, у нас есть такие граждане, которые не могут выйти из дома. Маломобильные граждане. Одинокие, у которых нет родных. Которые вот наблюдают за жизнью города и за окна своей квартиры. Вот нам к таким людям нужно ходить. Понятно. То есть вы разносите еще обеды. Да, здорово. Я знаю, что вы не случайно занялись этим. Георгий с 15-го года. Да, мы с 15-го года. Почему решили открыть эту столовую? Ну, это, наверное, было такое внутреннее ощущение, внутреннее убеждение, что есть люди, которым продуктовая помощь, она может помочь удержаться на плаву. Потому что человек в трудной жизненной ситуации, ему его надо поддержать, чтобы он не провалился в ситуацию бездомности, в ситуацию крайней нищеты. И вот как раз продуктовая поддержка, поддержка едой, она помогает остаться на плаву, сохранить силы для того, чтобы обеспечивать себя в дальнейшем. Ну и поддержка вниманием еще, да? Тем более, что вот вы же ведь искали соцработника, и вас как-то так свело проведение, что и Марина искала работу именно такого рода, опытный, профессиональный человек. Марин, почему вам это захотелось сделать? А потому что, вы знаете, я вообще тоже как бы пенсионер, поэтому я всю свою сознательную жизнь работала с цифрами, с отчетами. То есть вся практически моя работа была зациклена на цифрах. А сейчас я хочу просто помогать. Ой, я очень надеюсь, что после нашего эфира таких же, кто просто хочет помогать, будет больше в ваших рядах, и искренне этого желаю. Хорошего вам дня. Спасибо. Напомню, что сегодня в гостях у нас были руководитель социальной столовой «Накормим вместе» Георгий Ситников и Марина Еремеева, социальный работник. Если что, пишите и приходите. Крупская, 54.